всем привет добро пожаловать на мои любимые игры с танглами сегодня будем играть с танглом короб люси фаран и собственно начнем с того как он сам по себе рисуется его база и дальше пойдем посмотрим что с ним можно сделать что такое вообще игры с танглами изначально у вас есть тангл который как-то показано как делать пошагово так называемый степаут такой вот степаут у меня пошаговый их я коллекционирую для себя потому что хранить их в электронном формате практически невозможно и очень сложно потом ничего не найдешь под меня придумала их хранили бумажными соответственно пошагово можно его нарисовать и научиться но там вы хороши чем тем что они очень гибкие с точки зрения используем и вам наверное не всегда понадобится вот такой квадрате в который вы будете вписывать коров а что еще можно сделать с коров это вопрос фантазии и это именно эти игры с танглами позволяют нам открывать новое что-то креативить ну и в общем делать каждый раз что-то уникальное давай сначала рассмотрим как рисуется базовый там коров мы начинаем все с карандаша в принципе классифицируется как грит тангл то есть тангл который вписывается в какую-то структуру скажем так в данном случае эта структура диагонали и мы начинаем с того что обводим каждый обычно ничего не пишет расписываем ручку обводим треугольник ставим точку где-то примерно в центре на глаз то есть конечно можно только эти клинии расчертите сделать все идеально но это не смысл тангла и рисуем сердечко обязательно касаемся своих линий боковых этим сердечком допустим вот так дальше нам необходимо нарисовать следующую следующие сердечко который должен также касаться двух сторон наших треугольников это обязательное условие для того чтобы он получился красивым каким получится это сердечко ну наверное каждый раз разным чем зависит от треугольников это с вот мы с вами нарисовали три сердечка обязательно касаемся и это первая часть нашего танго первый шаг дальше мы например берем и делаем границу внутри она называется на языке синтон ора то есть мы делаем такую ауру но при этом как бы заходим за наши сердечки или листики вот собственно шаг номер два шаг номер три мы добавляем кружочки между сердечками не вот здесь я иногда ошибаюсь между прочим ставлю сюда тоже получается прикольно так как ошибок зонтогли не существует но делаем вас обязательно касаемся всех наших сторон раз и вот собственно это он и есть дальше с ним можно играть то есть украшать украшать его можно следующим образом делать его более органическим перлистики и вот он он уже похож на такое что-то с листиками скажем так не сердечки а кусочки клевера там второй опять ставим точку опять касаемся всех сторон нашими сердечками вот у нас еще опять делаем ору треугольник заходя за листики украшение там вообще отдельная тема сразу начиная от добавления каких-то деталей до раскрашивания акварели акрил детализация 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 делать можно с ними все что угодно и каждый раз они будут получаться уникальными главное что вы их любили то есть он ваш вам там нравился если вам не нравится только тресните украшать его вы не захотите то есть делать его более и более прекрасно что еще можно сделать можно взять и сделать ауру внутри сердечек ну например и закрасить внутреннюю часть закрашивание это отдельная тема в принципе это придание драмы некой некого контраста нашему тангу без драмы ну ведь все здесь вот только несколько не так контрастно не так ярко не так привлекательно для глаз кто-то с этим балуется кто-то не балуется ну то есть всех по разу я контраст люблю поэтому у меня черного в моих там достаточно много ну вот например и так далее по сути танго оказывается у вас в вашем квадратике и вы его доделать еще раз повторюсь это и есть базовый танго которого мы отталкиваемся когда начинаем играть с танглами они все созданы для того чтобы вы с ними играли базовый использовать можно но он очень привязан к своему вот этому вот гриду так называем и если у вас в работе такого грита не для места под него квадратного там прямоугольного нету то и скорее всего вы его не впишите и не возьмете его с собой в ваш очередной плиточку ой тут я ошиблась видите да не не дошла до края ну что посмотрим чем дело кончится соответственно вот он такой как он есть без украс экспресс-методом так сказать что просто познакомиться с этим там вуаля а теперь начинаем играть что собственно говоря это значит игры с танглами говоря о том что мы мы сами сделали сейчас грит и это его предназначение он для этого изначально был создан как что-то что вписывается во что-то все связано дальше для того чтобы грит продолжить мы прорисовывать мы прорисовываем еще один прямоугольник делим его опять на энное количество частей и по новой поехали рисовать таким образом у вас получается такой достаточно красивый бордюр а это уже не не грит это будет уже все к ц ребят то бишь ленточка и тут нам у нас наше воображение должно улетать дальше и дальше в сторону скажем так погружение в этот тангл и так рибон вы можете оставить его вот так у вас будет толстый рибон да и дальше поехали строить до бесконечности пока не надоест им можно окружать прямоугольником наши плиточки да можно внутри его делать почему как-то разграничивая пространство однако можно попробовать вот ваш ну какой то что мы с вами делаем мы не делаем 4 треугольник а попробуем сделать вот так у нас с вами получается тот же кусочек только он теперь треугольный и туда совершенно спокойно можно также вписать коробку вот мы с вами его потихонечку вписываем конечно удобнее переворачивать но для работы на камеру придется работать так все делаем то же самое у нас с вами получается отличный красивый бордюр который кстати может делать вот так потом то есть оказывается что этот танго вполне себе подходит под вторую классификацию то есть под ленточки под рибон к этому моменту мы уже все входим в некое некое понятие дзена такое состояние в котором просто делаем повторяющиеся действия рукой и перестаем вообще о чем бы то ни было думать пока эти действия не закончил совершать мозг очищается как я люблю говорить купил мелки от тараканов тихо в голове сидят рисуют вот примерно то же самое начало голове происходит мысли все уходят потому что мы погружены в достаточно простой потому что мы точно знаем какие действия совершать у нас нет никакого требования данного творческого каждый раз выбирать какие-то линии на что-то думать мы просто берем и поэтому танго идем и вуаля у нас это еще без всяких украшательств просто понимать можно ли его все описать или нет можно окей рибон из него неплохо мне лично нравится а вот может ли этот танго быть блоссом танго блоссом танго это танго который обычно и такой более-менее круглую форму и скажем так является центром композиции и может сам по себе вполне существовать на без всяких других танго прицепленных к нему того за счет украшения еще чего то то есть у него относительно свободная форма давайте попробуем здесь у нас вдохновлял начнем в данном случае с карандаша берем карандаш и намечаем давайте некий треугольник то что база у него другой ну давайте какой-нибудь кривой и давайте попробуем не обводить границы вот эти оставить карандаш и опять ставим это здесь точечку и рисуем наше сердечко тому же принципу касаемся сторон как можем насколько это вообще позволяет данном случае так фигура который мы выбрали опять добавляем наши шарики мне кажется вполне неплохо по крайней мере для начала какого-то чего-то большего да его может быть достаточно крупный в рамках вашей плеточки наверное опять сделаю ему при там уникой ботаничности а это называют все по-разному добавим наверное тут я уже играю с самим там да то есть не с его возможностью куда-то там масштабироваться а именно он как волк одиночку добавляем такие вот шероховатости на листьях как будто бы залом или надрезана добавлю более жирный центр придумать соответственно шарики у него в данном случае можно как раз сделать драмой оставив небольшой блик на них и в общем то как блоссом он вполне себе сойдет тоже симпатичный дальше можно украшать например такими вот штуками как будто бы с него что-то растет у него есть продолжение ну и даже приделать ему некое подобие стебелька почему по-прежнему имеет право на существование согласитесь но и это еще не все существует еще одна категория типов тангов это собственно у нас вайн вайн как глаза то есть это что то что растет свободно очень интересные типы тангов специализируются только на вайнах которые прям категория ложатся отлично но я честно говоря никогда до этого то есть эти три я пробовала до этого в разных форматах вот вайне я еще не пробовала делать из корон посмотрим что это получится для того чтобы сделать вайн для начала нам нужно скажем так наметить как у нас растет это самая редко ну допустим как то так наверное для того чтобы получилось совсем хорошо и правильно согласно этому правилу да его описание я бы сделала еще две линии ну какие-то там примерно параллельные которые у нас основные вот это основные ну и поехали что получится честно не знаю потому что в первый раз ну допустим куда же мы наверное у нас появится следующий большой на сервис и он должен касаться по максимуму всех наверное я сейчас придумываю на ходу пятки мы с вами потом сотрем наши следы и у нас будет видно только непосредственно наши листочки тут уже пошел полный отрыв головы потому что не предназначен он для того чтобы быть этим самым веточным танглом или вайн-танглом но что нам мешает попробуем мы этим с вами и занимаемся придумываем как это может хоть как-то вписываться такое не пишет ладно возьмем другой исписал себя надо перезарядить так так продолжаем линии стали тоненьше то был 0 3 а это 0 1 все-таки тем не ну что мне кажется можно вполне его войны записать добавляем наши кругляшки там я не должны быть ну что получился по сути тот же риббон вот он риббон тот же риббон только более скажем так фрихендовый то есть когда вы не придерживались каких-то правил у вас какие-то свободные линии все это дело стираем никто не догадался как у нас так получилось могу сказать что этот тангл оправдал себя и действительно может использоваться во всех четырех формах еще раз напоминаю кто это это гриды грид риббон блоссом и соответственно вайн следующий раз буду пробовать другие танглы посмотрим какой у них у всех потенциал вот вот